Девушки отдыхают И наших звездных мамочек Снежану Егорову и Дашеньку Трегубову с Полиночкой Светочка, а в чем вообще проявляется вот этот кризис у детей, кризис троптивости трехлетнего возраста? Смотрите, ребенок и состояние мы, отождествления я и родители, в этом возрасте он уже растождествляется, отделяется И когда появляется я сам, не хочу, не буду, все, чтобы отстоять уже свою позицию Ребенок начинает бунтовать, протестовать, делать все наперекор И это бывает против даже собственных желаний, закатывать истерики И мы часто видим, как в супермаркетах, в магазинах, да, дети просто валяются на полу, топотят ногами и руками Кстати, у нас есть как раз материал, который подтверждает, каким может быть ребенок, когда у него наступает кризис трех лет Давайте посмотрим Например, как она девочка, да, я ей говорю, например, оденешь вот эту, там, курточку или штанишки Она говорит, нет, я хочу юбку Да, ты объясняешь ребенку, что на улице холодно, юбку сейчас не оденешь Она не соглашается, начинает кричать, там, вредничает, у нас очень гиперактивный ребенок, очень, я не знаю, очень тяжелый Вы рыдой, а может, бегает и мама, видно, что плакать не хочет, что это просто, вот, на нервы, да, требует деда Ну, и начинает ныть Да, просто отходишь в другую комнату, закрываешь, пусть там ныть, чтобы публики не было Ну, бывали такие случаи, что я выходила из себя, потом очень жалела Ну, действительно впечатляет, по-моему, я надеюсь, не каждый из нас в жизни такое видел, Даш, ну, Полиночка Я надеюсь, что я такого не увижу Полиночка маленькая, только годик Но она, на самом деле, девочки, я не знаю, может быть, вот, действительно, два с половиной года, да, начинается какое-то проявление характера У Полины, честно говоря, это уже есть, и я пока еще не знаю, как реагировать То есть, есть какой-то момент, например, вот, она что-то делает, делает неправильно, ну, я не знаю, там, держит ложку, да, вот, держит Я говорю, давай, Полиночка, я тебе ложечку поверну Она злится, злится, я ей поворачиваю, она шваркает, все, не надо больше Вот так всегда, как только мы делаем что-то, что ей не нравится, она сразу же все отбрасывает, все, ничего не надо, отстанет от меня со своими Мне кажется, что уже какие-то звоночки у нас есть Да? У меня, если дети что-нибудь бросают, то я точно так же бросаю им в ответ Опять я Но, на самом деле, я вам хочу сказать, что, когда дети себя так ведут, очень хорошо, если вмешиваются какие-то посторонние взрослые Если, например, это в супермаркете или еще что-то, я наблюдаю такую ситуацию, я подхожу и так строго говорю Ты, может быть, хочешь пойти с тетей? Идем, я тебе расскажу, как дети должны себя вести И дети так обычно Нет-нет И мама тогда Спасибо И так, вот видишь, как ты себя плохо вел Пойдем, типа, я научу и расскажу тебе То есть детей нужно просто отвлекать от таких моментов Безусловно, умные родители, они всегда находят какие-то маневры, когда они переключают сознание А если ребенок понимает, что все зациклены, сейчас начинают нервничать Его главная задача всех напугать, ввести в состояние ступора И тогда он добивается своей цели Если родители спокойны, то мне кажется, что он их не выведет из себя А вот спокойствие, абсолютно верно, Снежана, это заразительно Оставайтесь спокойны Потом, если вы встречаете действительно истерику, которую мы увидели в нашем сюжете Здесь нужно быть непреклонным, резко сказать нет и отвернуться Потому что детям нужны зрители Зрители для проявления своих манипуляций Вот Полечка шапочкой пупсика вытирает стол и ждет, как мы все вообще порадуемся А мы порадуемся Шапочка собрала зрителей Светочка, ну так почему же дети именно в возрасте трех лет становятся такими строптивыми? Открою секрет, это может начаться в два с половиной года и приблизительно продлиться до пяти лет Ого! Здесь происходит конфликт между я хочу и нужно И ребенок осознает, что он уже может быть самостоятельным Некоторые функции выполнять сам И он хочет отстоять свои права и свои границы Это происходит от того, что родители себя ведут каким-то образом? Или вот просто в ребенке это происходит? Изменения происходят внутри, потребность в своих правах, в своих возможностях Снежан, ну мне еще кажется, знаете, немаловажно Это как, я тут Фаину Раневскую часто вспоминаю Есть такое гениальное ее выражение Государства маловато, разгуляться негде То есть ребенок уже чувствует, что он многое научился Он уже разговаривает Он уже может манипулировать вот этими игрушками, которые называются взрослая и семья И ему нужно распространять свою зону влияния И во-вторых, опять же вспоминая Раневскую Деточка, ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или на дачу? Вот это как раз тот возраст, когда с ребенком уже можно договариваться Я лично вот с трех лет начинаю детей социально адаптировать Именно поэтому я стараюсь их отдавать в садик Чтобы они вот эту вот свою энергию не в рамках семьи А в рамках уже более серьезного пространства распространяли Они переключаются на какие-то другие объекты И тогда вот эту вот строптивость можно, как говорится, атом направить в мирное русло Короче, Снежана очень сейчас так витиевата Но объяснила, что на своих детей в самый сложный возраст пихивает на кого-то В общество, в общество Потому что общество, да Мало того, у великой актрисы Фаины Раневской, которую ты процитировала Детей никогда не было, а у Снежаны пятеро детей Да, спасибо Поэтому, вы знаете, именно из этих соображений своего опыта Я и говорю, что именно в три года я чувствую, что ребенок вот в доме У нас Арине сейчас 2,8 То есть она уже знает, как вести себя с няней, с мамой, с папой, со всеми остальными И она уже начинает нам давать свой характер, показывать И тогда я ее останавливаю Вот именно с трех лет уже с ребенком можно на эту тему говорить И говорю, доченька, если ты сейчас будешь продолжать себя так вести Вот тебя никто не трогал, ты не падала, тебя никто не бил Но ты плачешь Вот хочешь, я тебе дам по попе, и ты будешь плакать по причине А если ты не хочешь получить по попе, ты должна сейчас успокоиться и замолчать Снежана И она задумывается так и говорит, нет, не хочу Я говорю, потому что если ты будешь продолжать, я тебя закрою в комнате И ты будешь думать над своим поведением И она так замолкает и успокаивается Но недавно мы ее отправили в садик, и она одного мальчика строила определенно так же Она говорила, если ты сейчас будешь забирать у Артема игрушку, которая не твоя Я поставлю тебя в угол, и ты будешь думать над своим поведением Ну это понятно, повторяют родители Кстати, когда ты рассказывала о своей трехлетней дочке, я почувствовала себя твоей трехлетней дочкой Да Потому что у моей мамы... Вся страна почувствовала себя моей трехлетней дочкой Потому что у моей мамы, в принципе, такая же была система То есть я помню это с детства, ей достаточно было посмотреть И я понимала, что конец моему веселью Но правильно ли это с точки зрения психолога? Снежана продемонстрировала нам способ украшения, да, строптивого ребенка в три года Это дать выбор Или ты сделаешь так, или последует наказание Но еще так же можно Или ты сделаешь так, или мы поиграем в другую игру, которую вы хотите в данном случае Вот это делают обычно в детском саду Потому что воспитатели хорошие, если детский сад выбран правильно Они не имеют возможности строго проявить себя как родители А они эту энергию направляют в более адекватное русло И тогда они предлагают ребенку игры, какие-то активности И вот эта вот агрессия, она распространяется, знаете, разбивает на маленькие кусочки И уходит сама собой Мне кажется, что вот именно в этом и есть социальная адаптация И ее необходимость именно в этом возрасте Ребенку очень важно давать самостоятельность в этом возрасте Поручать ему одеваться самостоятельно, обувь, застилать кровать Возможно, помогать вам в каких-то функциях Просить о помощи Вы наверняка уже просите о помощи Вот сегодня я приехала с дачи Я просила Арину, чтобы она собирала целое ведро яблок Огромное ведро 2,8 2 года 8 месяцев 2 года 8 месяцев Арина, пожалуйста Тебе нечем заняться? Вот тебе ведро, вот тебе нападало яблок, собирай И она просто, знаете, как электровеник Она собирает их, и мы хвалим Арина, молодец О, уже пол ведра Молодец А тем временем варим бощ О, Арина, сколько там? А, уже чуть-чуть совсем осталось до полного ведра Какая ты умница Ребенок счастлив То, что ты рассказываешь об Ариночке, не похоже на строптивость Да, Полиночка? Очень хорошая, трудолюбивая девочка Как еще могут реагировать родители на кризис строптивости для того, чтобы помочь ребенку? Давайте больше времени ребенку, чтобы он выполнял как можно больше самостоятельных функций То есть, если вам нужно одеть его в течение, там, пяти минут, ну, а ребенку нужно выделить для этого полчаса Затем, давайте, так сказать, выбор без выбора Ты хочешь пойти на улицу в зеленой курточке или в красной курточке? Класса Ты будешь кушать ложечкой или вилочкой Я знаю, нам уже и тоже такое работает Абсолютно Ведь это взрослые дети И используйте, конечно же, игрушки А давай покормим куколку А давай ты покормишь ложечку куколка А ложечку ты съешь И таким образом все равно ребенок съест свою порцию каши или супа Я вспомнила нашу семейную историю У меня в детстве была одна истерика, о которой мне рассказывала мама Я вот сейчас подумала почему-то, насколько это было символично Мне было, наверное, года два-три Попали в детский мир А в то время в детском мире не было, как сейчас Небольшое количество игрушек и вдруг телевизор игрушечный Мама, хочу телевизор! Вот это была истерика И мама один раз в жизни увидела, как я прямо вот чуть ли не упала на пол Ну, мама Купила? Телевизор? Нет, она мне не купила, потому что она не идет на поводу таких желаний ребенка Она меня вывела, и я только сейчас понимаю, что истерика-то удалась Телевизор! Если ситуация такова, что мы ребенку предлагаем выбор Объясняем, делаем то-то и то-то, а он продолжает Иногда ребенку стоит дать возможность выплеснуть свои эмоции Затем родитель тоже должен показывать, что ему больно и что он ощущает тоже эмоции Потому что родитель не может всегда оставаться без эмоций Так мы обучаем так называемой эмоциональной компетентности Чтобы ребенок сумел выражать свои эмоции, формулировать их и называть словами Как же это называется? Но нельзя ругать ребенка, говоря, что ты проказник, ты плохой и так далее Потому что мы тем самым формируем, к сожалению, психологические проблемы А вот отделить поведение ребенка от него самого Я тебя люблю, но мне очень больно, мне очень жаль, что ты так поступаешь Оставить ребенка на некоторое время педагогически верно Я расскажу вам историю Девочке уже 20 лет, это моя старшая дочь Ей было 3 года, я была тогда молодой мамой Экспериментальной, собственно, какой и остаюсь для нее на протяжении всей ее жизни Ей было 3 года Она закатывала истерику, плакала, я не могла ее успокоить Я ее вывела в кухню Мы тогда жили в однокомнатной квартире Дверей не было, она сказала Так, ты вот сидишь здесь на табуретке и плачешь ровно столько орешь, сколько ты считаешь нужным Вот ори громко, как хочешь Вот когда ты успокоишься, тогда придешь ко мне в комнату И она сначала орала самозабвенно Потом я слышу, она подустала орать, потому что нету публики Потом она успокоилась, потом она опять вспомнила, что ей надо орать Она опять орала, потом она опять успокоилась И так потихоньку истерика сходила на нет И вдруг я слышу тишина Думаю, окей, сейчас она успокоится и придет Скажет, мама, извини Смотрю, тишина затянулась Я что-то меня отвлекло, потом я захожу Она сидит на табуретке Ее голова вот так вот лежит Ой, на подоконнике И она спит То есть, в принципе, вот такая истерика может сойти сама с собой на нет Если мы не подбрасываем в огонь свои эмоции Не начинаем суетиться вокруг ребенка Собственно, мне кажется, что многие родители именно такую делают ошибку И когда ребенок понимает, что это такая прелесть, когда все вокруг меня носятся То он будет этим пользоваться достаточно часто Абсолютно верно Иногда следует так поступить и не бойтесь Потому что вот эта вот истерика, эскалация определенного ор Он не может продлеваться физиологически больше, чем 6 минут Потом действительно любому ребенку, человеку нужно отдохнуть, набраться сил И вновь можно второй акт закатить Если зрителей не будет, то это сойдет на нет И затем уже можно спокойно поговорить с ребенком А иногда эти 6 минут же терпят не только родители Общественный транспорт, ребенок, которому вдруг что-то не понравилось Что лучше всего для ребенка? Не идти на поводу Потому что если ребенок получит желаемое То каждый раз она будет знать, что стоит истерикой получать желаемое И она это будет устраивать во всем общественном транспорте В супермаркетах и во всех публичных местах У ребенка идти на поводу в этом возрасте нельзя Желательно, конечно, ребенку успокоить Отвлечь, переключить внимание Вспомнить о кошечке, которую увидели вчера И объяснить спокойно, что так сделать нельзя И еще предложить какую-то альтернативу А ты хочешь постоять, опять же, вот здесь вот или в другом углу Ты хочешь на дачу или чтобы тебе оторвали голову? Что нужно для здоровой психики? Если родитель абсолютно все позволяет И всегда идет на поводу у ребенка Ребенок бессознательно ощущает, что родитель его не сможет защитить в критической ситуации Он не чувствует себя безопасно Поэтому то, что касается здоровья и безопасности Родитель должен быть непреклонным Режим дня он все-таки должен соблюдаться Но запретов в распорядке дня должно быть не больше пяти Остальное разрешено Светочка, давай подведем итоги Это советы, которые необходимы всем Кому еще предстоит пережить кризис трех лет у ребенка Я думаю, что ни для кого не секрет, что ребенка обязательно нужно любить безусловно Не за хорошее поведение, не за какие-то определенные его достижения Мы ребенку как можно чаще должны проговаривать, что мы его любим Затем для здоровой психики ребенка нужно обнимать не менее 14 раз в день Действительно физические объятия, чтобы человек сформировал здоровую психику И стал успешным в этой жизни Мы не сравниваем детей с другими детьми Потому что не могут их тихо возненавидеть В том числе Хвалим и поддерживаем, помогаем Пускай вы станете для ваших детей надежной опорой и защитой Спасибо, спасибо Каким бы вредным и непослушным не казался вам ваш малыш Всегда задавайте себе вопрос В чем причина и как ему помочь Следуйте советам нашего эксперта Проявите внимание и терпение И вы станете лучшими родителями для своего ребенка Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому